Турецкая экономика узлом завязана на российских поставках нефти и газа, а также на туризме. Какие последствия ждут Анкару, если распутать этот клубок? Выдержит ли финансовая система страны, если Россия приостановит работу над рядом проектов? Выяснял Георгий Подгорный. Турции последствий не избежать. Все деловое сообщество подсчитывает, какие точки соприкосновения есть у Москвы и Анкары в экономической сфере. Номер один – энергетика и, конечно, турецкий поток. Реализация этого проекта уже не раз откладывалась. Виной тому становились геополитические факторы. Не исключено, что сегодняшний инцидент окажет сильное влияние на и без того запутанную ситуацию с новой энергетической артерией по дну Черного моря. Россия – один из крупнейших энергетических партнеров Турции. С момента прихода к власти Эрдогана главнейшей стратегической задачей Турции всегда было стремление занять место крупнейшего посредника на энергетическом рынке мира между Ближним Востоком и Европой. Вот само такое географическое положение, безусловно, для Турции очень предпочтительное, и им необходимо воспользоваться. Россия здесь играла не последнюю, а самую первую роль. Сырье – основная статья турецкого импорта из России. Львиная доля – всей завозимой продукции, нефтепродукты, минералы и металлы. Больше половины потребляемого Турцией газа – голубое топливо российского происхождения. В целом товарооборот между странами в прошлом году составил 31,5 миллиард долларов. Что интересно, львиная доля – это экспорт из России, и наши поставки занимают первое место в структуре импорта Анкары. И сами турки понимают, Россия – последняя страна, с которой надо было бы ссориться. Возрастают риски в газовых проектах, которые конкурируют с Россией. Например, запланированных газопроводов из Азербайджана и, возможно, дальнего зарубежья, которые будут поставлять газ на европейские рынки, где Россия в настоящее время является бесспорным основным игроком. Это может также отразиться на проекте «Турецкий поток», объявленного Путиным и Эрдоганом. Другая болевая точка – туризм. Стамбул, Белик, Анталья – широко известны всем как популярные туристические направления. В прошлом году Турцию посетили 4 миллиона и 400 тысяч путешественников из России. Они оставили в Турции почти 3,5 миллиарда долларов. Российское министерство внутренних дел рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Турцию. И уже туроператоры начинают отказываться от продажи туров в эту страну. После того, что в последнее время стало происходить вокруг Турции, мы посчитали достаточно рискованным продолжать отправку туристов на это направление. Мы, к сожалению, не сможем обеспечить безопасность пребывания наших туристов в Турции. Удар по российской авиации рикошетом выстрелит по мировой репутации страны. Ведь Турция была излюбленным направлением не только русских. Общий доход от туризма за первые 9 месяцев года составил 20 миллиардов долларов. Эксперты не исключают, что турецкие пограничники будут реже встречать не турецкие паспорта при въезде в страну. И если на Турцию обрушится домоклов меч, стране будет практически нечем ответить. Пожалуй, единственный экономический козырь Анкары – это Босфор. Если Турция закроет его, наш Черноморский флот окажется отрезанным от Мирового океана, что кардинально изменит логистику военно-транспортных грузов из России. Только за последние три года через Босфор и Дарданеллы прошло более 300 российских военных кораблей. К этому трафику стоит добавить все грузы, отправляющиеся морем из Новороссийского порта. А это крупнейший порт нашей страны. Это все-таки незаконные действия будут, если будет перекрыт Босфорский пролив. Есть ряд международных соглашений по поводу этого пролива, которые регулируют прохождение судов, иностранных судов по этим проливам. И поэтому эти действия Турции могут быть интерпретированы как нарушение международного законодательства. Я не думаю, что Турция пойдет по этому пути. Но аналитики сходятся во мнении, вероятность закрытия пролива ничтожно мала, ведь Турция получает деньги за транзит судов. Георгий Подгорный, Дарья Волкова, Наталья Белебанова. Вести.